Еще до прихода к власти в Германии нацисты начали вынашивать планы захвата Восточной Европы. На состоявшейся 1932 году партийной конференции говорилось о том, что чрезвычайная биологическая плодовитость региона должна быть подавлена хорошо продуманной политикой депопуляции. Однако до времени свои замыслы Гитлер старался сохранить в тайне. Известие об этих планах просочилось от Германа Раушинга, известного нациста раннего периода, который в середине 30-х годов порвал отношения с фюрером. В голосе разрушения он изложил свою беседу с Гитлером в 1934 году на тему о славянах. В частности, Гитлер говорил, мы обязаны сокращать население, нам надо будет разработать технику депопуляции. Я не обязательно имею в виду уничтожение, я просто приму систематические меры для подавления их огромной естественной плодовитости. Есть много путей, систематических и сравнительно безболезненных, во всяком случае бескровных, чтобы заставить нежелательные расы вымереть. В 1939 году, сразу после оккупации Польши, нацисты опубликовали декрет. Все меры, имеющие тенденцию к ограничению рождаемости, следует допускать и поддерживать. Аборты на остающейся площади Польши должны быть свободны от запрета. Средства к абортам и контрацепции следует предлагать публично, без политических ограничений. Гомосексуализм всегда надо объявлять легальным. Учреждениям и лицам, профессионально занимающимися абортами, не мешать. В 1941 году конференция Министерства внутренних дел в Берлине одобрила эту политику, которая декретом Гитлера была распространена и на другие части Восточной Европы. Один историк определил этот декрет как самый реакционный политический документ, когда-либо вышедший из штаба Гитлера. Немецкие эксперты предложили свои планы для обеспечения сотрудничества с медиками на оккупированных территориях. Любое средство пропаганды, особенно пресса, радио и кино, а также фильетоны, брошюры и лекции, надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь нескольких детей. Мы должны подчеркивать затраты, которые они вызывают, говорить о хороших вещах, которые можно приобрести на деньги, потраченные на детей. Надо также намекать на опасное влияние деторождения на здоровье женщины. Необходимо будет открыть специализированные учреждения для проведения абортов и подготовить персонал для этой цели. Население будет тогда прибегать к абортам более охотно. Добровольная стерилизация должна быть рекомендована. В то же самое время Гиммлер специально оговаривает в своем декрете, русские врачи не должны знать об этом приказе. Им надо дать инструкцию о том, что беременность следует прерывать по социальным показаниям. Немецкие власти упорно подчеркивали такой аспект. Предотвращение деторождения не несет никаких ограничений в сексуальном поведении. В меморандуме 1944 года говорится, с целью практического ведения пропаганды надо спокойно распределять контрацептивы, причем цены поддерживает государство. Лучше держать открытым клапан для выхода естественных желаний населения с чуждой нам кровью, пока это не мешает сдерживанию репродукции среди народов чужих рас. Фашисты умышленно наводнили Восточную Европу порнографией, чтобы способствовать ее разложению в культурном, политическом и духовном отношениях. Один из историков подтверждает, что немецкий отдел пропаганды организовал или субсидировал во всех крупных польских городах бульварное представление и выпуск дешевой порнографической литературы. Скажите, чем эта история отличается от нынешнего положения вещей в Восточной Европе и Украине? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова